Чувствую себя старушкой рядом с вами. Когда вы скончаетесь, я выпью от радости. Я ему сказал. Президент Южной Осетии мне даже звание народного Южной Осетии дал. И Орден Дружбы Народной. Печатать надо всё, пока разрешают. Это ЕТВ. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях уникальный человек. Артист, который не боится ничего, говорит всегда то, что думает. И артист, в чьи усы влюблялись все женщины Советского Союза. Александр Васильевич Панкратов-Чёрный. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы удивительно мощный человек. Вы дико болеете, а со мной разговариваете так, что я чувствую себя старушкой рядом с вами. Где вы подхватили гадость? Ой, в Иркутске. Какой-то вирус проклятый. Вот и очень страдаю. Потому что играю, как говорится, на полградуса ниже, чем нужно. А от вас же всегда требуют наоборот, выше на разрыв. От вас же просят громко. Вот поэтому вот и сдерживаю себя. Сейчас вот ездим по городам, по Сибири, по моему любимому краю, как говорится. И вот на тебе, такое стряслось. Почему вы ничего не боитесь? Почему? Я чего-то боюсь. Понимаете, о чём я? Последняя ошибка. Нет, не ошибка. Это не ошибка. Просто я не захотел расстраивать старика, митрополита Владимира, настоятеля Казанского собора в Петербурге. Он очень слаб, немощен. Уже на последнюю Пасху его монахи под руки выводили. Это замечательно, удивительный старец, умница. Очень благосклонно ко мне относится. А у меня очень печальное стихотворение. И он попросил, говорит, прочитай что-нибудь из последнего. Вот, я побоялся. Думаю, ну, расстрою старика, зачем? Он глубоко верующий, я тоже глубоко верующий человек. Вот, а стихотворение такое, можно прочитать? Нужно. Да. Под синими под небесами Все клёны вспыхнули, горят, Как свечи во вселенском храме У алтаря, у сентября. Остановился и молиться, Боюсь, я верую в Христа, Как будто совесть нечиста За всё, что на земле творится. А коршун над землёй кружится, И чувствую я неспроста, Он жаждет кровью насладиться Давно распятого Христа, Видать, не снятого с креста. Понимаете, я вот не захотел, так сказать, старцу Признаваться в том, что Христос не снят с креста. В Библии написано, сказано, что Господь Бог Живёт в каждом человеке. В каждом человеке Частица Христова. И я почему вот вдруг Пришёл к такому умозаключению, Что Христос не снят с креста, Потому что Особенно наш российский православный народ, Он ещё страдает, Он в страданиях. Он всегда страдает и будет страдать. Он распят. Я надеюсь, что не будет. Когда? Ну, к концу 21 века. Вы давно И удивительно много, И красиво пишете. У вас есть удивительные лиричные Вы издали сборник. Почему мы вас... Не один, не один. Уже и не один. Вот последняя книга, хочу сказать, Называется в Петербурге Издана. Марина Арсеньевна Тарковская, Сестра Андрея, Составила этот сборник. Очень большой том. Я говорю, Марина Арсеньевна, Куда? В 400 с лишним страниц. Она говорит, Папа Арсений Александрович Тарковский, Говорит, Папа всегда говорил, Мариночка, Печатать надо всё, Пока разрешают. Поэтому огромный... Люди старой закалки. И том этот удостоили в Петербурге премии Петропол имени Ксении Блаженной. Святая Петербурга. Почему мы о вас так мало знаем, как о поэте? Ну, я же не пиарюсь, как многие, знаете. Но у вас есть Инстаграм, и вы в Инстаграме свои стихи исправно читаете. Ну, так немножко. Где-то на выступлениях, на каких-то на творческих встречах. У меня очень много творческих встреч. Вот сейчас, когда люди стали узнавать, что меня стали печатать, я же был долго непечатанным. Запрещали, вот, 67-го года. Вот, поэтому, когда стал печататься, многие об этом узнают и приглашают на литературные поэтические вечера. Я с удовольствием езжу. Вот сейчас готовится третья книга. Не знаю пока, как будет называться. Дорогие наши зрители, Александр Васильевич удивительный поэт. Плазотворный или личный? Ну, насчет удивительного я не знаю. Я сам люблю удивляться, а не удивлять. А сами-то кого читаете? Я все читаю. Но последнее время читаю вот Евангелие. От Матфея, от Павла, от Библии. Расскажите, как сочетаются такие... Вот вы набожный человек, вы читаете Евангелие. Я не набожный, я верующий. Это разные вещи. Глубоко верующий. Это разные вещи. И при этом вы говорите... Вот даже Перстенек, это от митрополита Петерима, благословил меня. Когда мое стихотворение утвердили на открытии Храма Христа Спасителя, музыку написала Луиза Алексеевна Хмельницкая, старшая сестра Бори Хмельницкого. Кобзон пел, Иосиф Давыдович. Вот. Федосеев дирижировал сводным симфоническим оркестром. А Минин Владимир Петрович сводным хором. Кантата получилась прекрасная. Я прямо очень-очень грустил, что мама не дожила до этой минуты. Мама у меня была. Вот мама была набожная. Бабушка, дедушка. А это мама вам говорила, Саня, не пиши, а ты посудит. Да, мама. Ну, мы все были репрессированы, поэтому она боялась этого. Фамилия Панкратова, это же не моя. Фамилия. Гузов. Гузев. 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 Гузка, то есть задница. Когда казаки отступали, Гузку прикрывали, понимаете, вот, чтобы отходили первые части, вот, и вот Гузку прикрывали. Гузев. Оттуда пошло. У меня древнейший род Токи, Тетерев таковал, охотничьи еще были. Вот казаки. И вот Гузев, это вот моя, как говорится, родная семейная фамилия, отцовская. А материнская Тока, Токаревы. Ну, Токарева, это советская власть уже дала, говорит, что это за фамилия Токи. Токарева вы будете, вот и Токарева. А вы никогда не думали, что если бы вы жили под той, под основной первой фамилией, у вас бы жизнь по-другому сложилась? Не знаю, не знаю. Потому что Иван Панкратов, это отец моей сестры, старшей моей сводной сестры. Вот. Он был, как говорится, не тронут советской властью, а наоборот. Был офицер военной разведки, без вести пропал в Японии в 46-м году. Вот. Уже Зиночке моей сестре был годик. Вот. И мама взяла его фамилию, чтобы нас не преследовали, потому что Токаревы и Гузевы были репрессированы. Вот. И когда в 59-м году маму реабилитировали, вот, ну, что значит реабилитировали? Паспорт дали на руки. Была возможность выехать, но почему-то только по Урал. И мы из Алтайского края, из деревни Канева переехали в Кемеровскую область к маминой тетушке. Позвольте, я все-таки дозадам. Вот вы, верующие, вы много об этом говорите. Мы вам верим, потому что вы говорите искренне. И слава Богу. При этом не боитесь в открытую выражать свои какие-то политические предпочтения. Не боитесь ссориться с коллегами по цеху, если вы считаете, что они неправы. Вы, в принципе, много раз, видимо, получали по шапке за свою честность и открытость и продолжаете. Ну, получал, да. Получал. Получал. Очень много получал. Одному чиновнику я даже в глаза сказал. Я говорю, вы знаете, говорю, Борис Владимирович, когда вы скончаетесь, я выпью от радости. Я ему сказал в глаза. А он на пленуме кинематографистов по поводу моей картины «Похождение графа Невзорова», которую все изрезали, сказал такую революцию. Что вы из подворотни посмотрели на Октябрьскую революцию. Да, да, да. Вот, я говорю, я говорю, знаете, Борис Владимирович, я говорю, я не знал, что у революции есть подворотни. Так его прощемил маленько. Ущипнули. Но мстил мне до конца, да. Ну и потом, вот я, когда очень поддерживал Бориса Николаевича Ельцина, очень поддерживал. Были у нас в Ельцин-центре в Екатеринбурге? Нет, еще не было, и не хочу. И не хочу, потому что это меня раздражает. Этот человек много вреда принес России, и отечеству. И я ушел из режиссуры благодаря его поступку, потому что фильм «Система Ниппель», который очень горячо был принят в Европе на кинофестивале кинокритиков, я его снял в 90-м году еще, и предсказал все, что произойдет через три года. У меня Толя Кузнецов, Анатолий Борисович залезает на танк, обращаясь к народу. А через три года Ельцин залезет на танк и так же будет говорить. Так вот, в Ельцинское руководство была такая брошена фраза «Это удар, понимаешь, по нашей демократии». Потому что у меня трагический финал. Народ расходится с площади, танки разъезжаются от Белого дома, и люди расходятся с площади, ничего не добившись. И веселенькая революционная песенка «Эх, яблочко, куда ты котишься, ко мне в рот попадешь, не воротишься» превращается в трагическую церковную мессу, под которую народ расходится. Вам бы после всего этого не было бы связать. Восемь лет пролежал на полке. И я просто был убит. Я поверил сначала с приходом Бориса Николаевича, что придет действительно свобода, демократия. Пришло черт знает что. Представляете, вот, почему я поддерживаю сейчас Владимира Владимировича Путина, потому что ему я верю. Надеюсь, что Россия начнет приподниматься. Вы и внешне выглядите, и ведете себя как человек, который в менеджменте, вот, в устройстве договориться с кем-то, что-то вот это вот такое, сделать в бизнесе, такое ощущение, что вы в этом разбираетесь. Нет, у меня бизнеса нет, никакого и не было никогда, но я умею просить и прошу всегда для других. И договариваться. Для других, да. Я вот в Южной Осетии построил детский медицинский центр после войны, вот, Грузии, да, и попросил их, чтобы это было имени Евдокимова, от фонда Евдокимова. Вот я ездил по компаниям строительным в Москве и вплоть до кафельной плитки клянчил, понимаете, потому что у меня средств не было денег. улыбнулись и все. Но, знаете, не везде, не везде, вот, но привезли фурами все и вот построили. Это единственный медицинский центр во всем Сахинвале, вот, и мне очень благодарны, президент Южной Осетии, мне даже звание народного Южной Осетии дал и орден дружбы народа. Вот, я очень тронут был. Мы с вами прощаемся, у нас в гостях был Александр Васильевич Панкратов, черный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова